Субтитры создавал DimaTorzok Израильские ВВС совершили налеты на города Ливана и Сирии. Задача номер один – подавить средства ПВО. 15 апреля 1986 года. Ливия. Американские штурмовики атаковали противорадиолокационными ракетами ливийские радары. В ходе операции «Каньон Эльдорадо» по территории Ливии нанесли массированные удары более сотни самолетов. Местная система ПВО к такому оказалась совершенно не готова. 2 августа 1990 года. Иракская группировка торглась на территорию Кувейта. Выбить армию Саддама Хусейна удалось только объединенной военной коалиции во главе с США. Во всех случаях первая атака происходила с воздуха, и все силы агрессора были направлены на подавление средств ПВО. Именно от этого зависел успех каждой из этих военных компаний. К такому выводу пришли советские военные в конце 20 века. Одного из самых кровопролитных в истории человечества. Все это и являло собой вызов очередной для дальнейшего развития нашей системы противовоздушной обороны. И он был принят. В результате чего был создан целый ряд весьма высокоэффективных средств ПВО. Сможет ли советская, а впоследствии российская система ПВО достойно ответить на современные вызовы и угрозы? Способны ли отечественные зенитно-ракетные комплексы отразить удары с воздуха? Что говорят об этом эксперты и что думают те, кто традиционно обвиняют Россию в агрессивной политике? ПВО на стыке веков. Новейшая история рода войск, который должен первым встречать удары противника. Новая история рода войск, который должен первым встречать удары противника. Он должен был вернуться к секретам советских систем ПВО. Еще несколько лет назад о продаже С-300 на Запад не могло быть и речи. Новые экономические отношения с бывшими союзными республиками позволили Пентагону добыть желанные зырка. Первый удачный заход американцы сделали на Украине в 1993 году, когда им удалось приобрести 18 ракет за 4 миллиона 400 тысяч долларов. Естественно, через фирму подставную это все было сделано. И после этого еще был отмечен такой довольно повеивающий загадочностью эпизод, когда с территории Украины несколько пусковых установок было перевезено в Хорватию. Как стало известно, несколько лет спустя за спиной Хорватии тогда стоял Израиль. В результате на Ближний Восток отправилась российская система наведения ракет объектовых ПВО. А в 1995 году на Запад попали и некоторые элементы войсковых СРК С-300. В этом, опять же, была задействована фирма «Прокладка». Конкретно оформление продажи элементов системы С-300В было организовано через такую страну, как Оман. Соответственно, после чего элементы системы попали в Соединенные Штаты Америки. Ну, а, конечно, попали именно элементы. Попало, насколько тогда заявлялось, 23 ракеты на территорию США, радиолокатор обнаружения и командный пункт. То есть наиболее такие закрытые на тот момент элементы, они в США не попали. Но в любом случае, то, что попало в Америку, конечно, было использовано американцами для создания систем противодействия советским системам противовоздушной обороны. Главное преимущество, которым обладает ВВС США – Boeing RC-135. Этот самолёт радиотехнической поддержки – ключевой фактор для выявления российских систем ПВО. После того, как его радары пеленгуют зенитно-ракетные комплексы, в небо поднимаются воздушные средства подавления. Например, генераторы помех на базе военно-транспортного самолёта «Геркулес». Как правило, он баражирует на дальней дистанции, обрабатывая позиции ЗРК лавиной радиопомех. Следом начинает засорять эфир самолёт радиоэлектронной борьбы типа «Гроулер». Также на его борту имеются противорадарные ракеты «Харм». Впрочем, зенитно-ракетный комплекс С-300 мог поражать до шести таких ракет за раз, причём летящих с разных направлений. Дальность пуска достигала 200 километров. Более того, система С-300В отличалась ещё и тем, что она имела повышенную эффективность при работе по тактическим баллистическим ракетам. Это был один из моментов, который ещё при её создании был достаточно серьёзно актуализирован. Эта система в результате получила сразу же два типа ракет. Одна из ракет должна была уничтожать аэродинамические цели, другая ракета должна была уничтожать уже баллистические цели. Соответственно, с достаточно высокими характеристиками. Для своего времени комплекс С-300 являлся достаточно грозным оружием. Первое в классе многоканальное средство ПВО. Одновременно она может сопровождать один зенитно-ракетный дивизион до шести целей и наводить на них одновременно до 12 ракет. Это, по большому счёту, в тот период времени явилось новым словом в развитии зенитно-ракетного вооружения, поскольку все предыдущие системы были по цели исключительно одноканальны. Там одноканальные комплексы, а здесь многоканальные. Раз. Во-вторых, эти комплексы имели у себя добавочные низковысотные обнаружители, то есть они были у нас приспособлены и могли уничтожать маловысотные цели. А это трёхсотка. Трёхсотка опережала идею, идеологию противника в создании. У них только-только появлялись свои средства, крылатые ракеты, а мы уже готовились к ним. Вершиной в развитии ЗРК класса С-300 является система «Фаворит». Впервые она была продемонстрирована в 1997 году. Использование такого комплекса ПВО позволяло не просто перехватывать баллистические ракеты и сбивать боеголовки, но и уничтожать их с помощью правильно подобранных поражающих элементов. В США, к слову, подобных систем нет до сих пор. Если сравнивать комплекс «Патриот» со всеми его доработками, модернизациями, значит, он, ну, так грубо если будет сказано, ни в какое сравнение с нашими семействами трёхсотых нет. Как показывает практика, зенитно-ракетные комплексы «Патриот» не способны даже противостоять таким устаревшим баллистическим ракетам малой дальности, как «СКАД». Долгое время они стояли на вооружении армии Саддама Хусейна. Отмечались случаи, когда до шести зенитных ракет «Патриот» летали на перехват ракет «СКАД». И тем не менее, ракета долетала до земли и подрывалась. То есть, боеголовка, оставшаяся нетронутой, она производила всё равно ту работу, ради которой она, собственно говоря, и запускалась. «Фаворит» он в этом плане не даёт таким баллистическим ракетам долетать до земли. То есть, долетают только металлические фрагменты, разорванные на части, но уже без боевой части. А это качественно разные виды поражений. Разрабатывая технологии противодействия российским С-300, американцы не учли один крайне важный фактор. Те комплексы ПВО, которые им удалось добыть в середине 90-х, на самом деле были выпущены ещё в конце 70-х. Первый вариант системы С-300П, он был оснащён ракетами, которые имели дальность всего 47 километров. К тому моменту система С-75, уже в своей модернизированной версии, она уже была способна поражать цели на дальностях свыше 70 километров. Пока американцы искали уязвимости в защите, которую гарантирует С-300, российские разработчики уже работали над новым комплексом С-400. 12 июля 2007 года. Астраханская область. Полигон Капустин-Яр. На пусковой новейшая зенитно-ракетная система С-400 «Триумф». На командном пункте – высшее военное руководство страны. До первого боевого старта – считанные секунды. Испытаниями руководит лично генеральный конструктор НПО «Алмаз» Александр Лиманский. Позади почти 20 лет упорной работы. Радиолокатор включился автоматически. Цель обнаружена сразу. Скорость – 3 километра в секунду. Ещё мгновение, и ракета вышла на перехват. Оставалось только ждать. По итогам боевых стрельб министр обороны должен был принять решение – ставить С-400 на боевое дежурство или нет. Система сработала чётко. И это был действительно триумф. 6 августа 2007 года 1-й дивизион «Четырёхсоток» заступает на боевое дежурство в подмосковной электростали. Ещё через две недели С-400 демонстрируется на Международном авиакосмическом салоне «МАКС» в Жуковском. Россия вновь показывает всему миру, где производят самые совершенные системы ПВО. Американцы оказались очень встревожены появлением российских триумфов. В первую очередь система С-400 может видеть и захватывать цель дальше всех современных аналогов. Радиус действия радиолокатора – 600 километров. С-400 триумф. Там опять-таки сделан резкий поворот в повышении огневой производительности этого комплекса, повышение его помехозащищённости, увеличение дальности стрельбы вплоть до 400 километров с ракетой 40Н6. По большому счёту, это система нового поколения. Это весьма и весьма значительная дальность. Во всяком случае, она соразмерна с дальностью работы систем типа «АВАКС». Система радиоэлектронного противодействия и всего того, что обеспечивает, ну, скажем так, безнаказанные бомбардировки и налёты на другие государства. Радар С-400 не просто видит одну цель – 160 целей одновременно. Мгновенно определяется их скорость и убойная сила. Данные тут же передаются на командный пункт. Боевые задачи в считанные секунды распределяются между пусковыми установками. Каждый командный пункт может одновременно управлять 8-ю зенитно-ракетными комплексами. На каждый ЗРК приходится по 5 пусковых установок, обнаружить которые с помощью радиоэлектронной разведки практически невозможно. Контейнеры выполнены с применением технологии «Стелс». Это одно из личных достижений генерального конструктора НПО «Алмаз» Александра Лиманского. Способы борьбы со слабозаметными воздушными целями стали основой его кандидатской диссертации. Ещё в 1964 году он фактически предсказал появление самолётов-невидимок, в то время подобных технологий в мире ещё не существовало. Уже на посту генерального конструктора именно Лиманский решил задачу эффективного перехвата подобных невидимок. Для современных зенитно-ракетных систем, создаваемых на «Алмазе», невидимых целей нет. Александр Лиманский. Для системы С-400, конечно, радикальное снижение в определённом диапазоне радиозаметности, оно приводит к усложнению этой задачи. Но надо же иметь в виду, что самолёт ведь по-прежнему сохраняет скорость. И даже если он малозаметный, и, условно говоря, его сопоставлять радиолокационной заметностью с возможностями птицы, которая летит, но птицы же не летают с такой скоростью. Поэтому, естественно, самый простейший фильтр, который находится и анализирует воздушные пространства, он тут же сделает определённый вывод о том, что там за птица такая летит. Сегодня зенитно-ракетными комплексами С-400 в России оснащено уже 27 полков. Это 427 пусковых установок. На каждой установке размещается по 4 контейнера с ракетами разной массы, стоимости и дальности пуска. Разница в стоимости может составлять десятки миллионов рублей. Чем тяжелее и дальнобойнее ракета, тем она дороже. Выбор определяется необходимостью. Вы используете достаточно дорогостоящую ракету дальнего действия против малоразмерных беспилотных летательных аппаратов, но это просто неэффективно. Конечно, она будет сбита, но зачем тратить огромные средства, когда можно расходовать ракеты, которые на порядок, а то и на два дешевле. Одно из главных отличий «Триумфа» от прежних ЗРС – так называемый «холодный старт» ракеты. Перед запуском основного двигателя она катапультируется на высоту 30 метров. Во время подъема с помощью газодинамической системы отклоняется в сторону цели, и только потом запускаются маршевые двигатели. Все это происходит за доли секунд. Активные головки самонаведения, а также устройства сверхманевренности новейших ракет позволяют поражать практически любые цели на высотах от 5 метров до 30 километров. Время развертывания комплекса – 5-10 минут, а в боевую готовность «Триумф» приходит всего за 3 минуты. И сегодня «Четырехсотки» охраняют не только российские границы, но и формируют внешний контур обороны. Так, в Белоруссию, закрывающую западные рубежи России, уже поставлено не менее двух дивизионов С-400. Казахстан, прикрывающий Россию с юга, получил 15 дивизионов. Неудивительно, что появление С-400 на мировой арене моментально сузило оперативные возможности США. Некоторые заложенные в нее характеристики изначально преодолеть просто невозможно. И, соответственно, это все достаточно хорошо известно тем, кто принимает решения. Поэтому, конечно, система С-400, которая является качественной иной генерацией, чем тот же «Патриот», она получает весьма и весьма высокие оценки у стран-покупателей. Сегодня Вашингтон буквально навязывает зенитно-ракетную систему «Патриот» всем своим союзникам. Германия, Нидерланды, Израиль, Япония, Саудовская Аравия и Кувейт вынуждены тратить колоссальные средства на закупку американских систем ПВО. Например, запуск одной ракеты ЗРК «Патриот» обходится в 3 миллиона долларов, в то время как стоимость пуска ракеты комплекса С-400 не превышает 20 тысяч долларов. Однако даже за большие деньги американские зенитно-ракетные комплексы вовсе не гарантируют надежную защиту. Саудовская Аравия тоже пойдет, что мы пытаемся, еминские старые ракеты типа «Точка», «Луна» сбивать. Она не всегда их в них попадает. Долетают очень многие ракеты на территории Саудовской Аравии и наносят там усиленный ущерб. В ноябре 2017 года еминские повстанцы запустили по столице Саудовской Аравии «Эр-Риаду» неуправляемые баллистические ракеты еще советского производства типа «Луна». На Ближний Восток они поставлялись в конце 80-х годов. Этот опыт однозначно доказывает, что американские зенитно-ракетные комплексы не могут надежно прикрыть территорию страны даже от этих морально устаревших оперативно-тактических ракет малой дальности. «Патриотам» уже давно требуется замена, но таких предложений у американцев нет. Это самый высокоприбыльный бизнес. Естественно, американцы отстаивают свои интересы. Они начинают терять своих потенциальных покупателей. Естественно, и бизнес, этот оружие, он начинает колебаться, падать. Страны видят, что дешевле, но надежнее и лучше наше вооружение. Поэтому чисто практически нет никакого смысла за большие деньги покупать худшее оружие. Естественно, Америке это не нравится. Америка теряет свое влияние, Америка теряет имидж своей техники. Поэтому они обеспокоены этими, они грозят санкциями всевозможными своим партнерам. Если вы купите, то мы вам тот сделаем, мы вам денег не дадим. Всему миру понятно, почему Саудовская Аравия выразила желание приобрести российскую зенитно-ракетную систему С-400. Приобретение С-400 заинтересовано и правительство Японии. В Токио хорошо понимают, что сравнивать американские комплексы «Патриот» с нашим триумфом просто невозможно. Даже союзники Америки, члены НАТО, как Турция, решили купить наш комплекс, потому что лучшего комплекса в мире нет. О соглашении на поставку российских ЗРК С-400 турецкий МИД заявил 28 апреля 2017 года. В Стамбул 400-ки отправятся уже в 2019-м. Возникла такая достаточно редкая для рынка оружия ситуация, когда турки быстро захотели получить эту систему, и, соответственно, они быстро заключили контракт, и, соответственно, достаточно быстро получат эту систему на вооружение. Та же самая история происходит сейчас и с Китаем, и с Индией, которые тоже достаточно долго выбирали, но сегодня пришли к выводу о том, что именно такая система им необходима для того, чтобы их небо, они считали, которое на этой территории находится, было в безопасности. Первый полковой комплект С-400 в Китай уже поставлен. Сумма сделки составила более 3 миллиардов долларов. Пять полковых комплектов планируется поставить в Индию. Это примерно 80 пусковых установок. Сумма сделки превышает 5 миллиардов долларов. В ближайшей перспективе равных комплексу С-400 у стран Запада, Европы нет. В ближайшие 10-15 лет и не будет. Важнейшим стратегическим партнером России на Ближнем Востоке по-прежнему остается Сирия. Здесь последние российские системы ПВО базируются с 2015 года. Наше ПВО и сирийское ПВО превращаются в единый комплекс, который способен будет отражать любой налет, который массированный в том числе, которым угрожает постоянно Соединенные Штаты Америки. 24 ноября истребитель НАТО Ф-16 сбил на территории Сирии фронтовой бомбардировщик Су-24М. Сразу же после этой воздушной трагедии и было принято решение о переброске в район аэропорта Хмеймим российских систем С-400. Появлением и вводом наших войск на аэродром Хмейнин была организована самая современная система противовоздушной обороны. Был поставлен комплекс С-400, истребительное авиационное прикрытие, самое современное истребительное находится, самые надежные, самые новые радиолокационные станции, создано сплошное радиолокационное поле, там муха не пролетит. Несется круглосуточное боевое дежурство. Технически это даст серьезный контроль на практически всей территории Сирии и еще за ее пределы. То есть если система С-400, она определяет цели на расстоянии 600 километров, то понятно, что пол Израиля будет находиться под нашим контролем. О важности радиоэлектронной борьбы в условиях современной войны предельно четко высказался министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгов. В Сирии мы значительно усилили систему радиоэлектронной борьбы, добавили туда дополнительное оборудование. В результате сегодня мы контролируем ближнюю зону до 50 километров и дальнюю зону, основное направление, с которого происходили заходы на сирийскую территорию, на 200 километров. То есть фактически там, где будут включены средства РЭП, эти участки территории Сирии окажутся полностью бесполетными. Многие российские системы радиоэлектронной борьбы, например, Красуха-4, не имеют мировых аналогов и остаются невероятным раздражителем для натовских сил. На сегодняшний день средства РЭП, именно российские, шагнули вперед, наверное, с такими темпами, что ни одна страна мира ничего подобного не имеет. То есть эти технологии обгоняют, может быть, на 10-15 лет другие страны. Американцы пошли, то что установили систему GPS. Вот GPS-овские сигналы мы тоже, собственно говоря, можем менять. Это говорит о том, что у нас такие средства появились. За долгие годы локальных конфликтов западные военные на себе испытали все прелести советских и российских постановщиков радиопомех. После того, как Россия, используя С-400, доказала эффективность своей воздушной защиты, Соединенные Штаты сумели найти, как им казалось, единственную брешь — удар баллистическими ракетами большой дальности. Действительно, спасения от этого оружия нет ни у одной страны, в том числе и у Америки. В критический момент США вновь заговорили о мифических возможностях своей ПРО и о том, что ее нужно развернуть в Европе. Ответное заявление России было сокрушительным. Она владеет гиперзвуковым оружием. Это нокаут. От гиперзвуковых ракет нет спасения даже в теории. Так что весь стратегический запас для агрессора, каким и выступают США, просто бесполезен. Первая страна, которая получит в свое распоряжение гиперзвуковые крылатые ракеты, будет обладать очень большими преимуществами по сравнению с теми странами, которые этого вооружения не имеют. В 2015 году на полигоне Капустин-Яр состоялись успешные испытания системы «Авангарда». Скорость такой ракеты превышает 6000 км в час. По сути, к цели движется раскаленный огненный шар, температура которого составляет 2000 градусов. И здесь Пентагону вновь просто нечего противопоставить. Гиперзвук не перехватывается. В принципе, не перехватывается, потому что нет радиолокационных станций, которые могут сработать на него, на гиперзвуке. Да, у них есть система ТХАД, которая в состоянии работать по достаточно высокоскоростным баллистическим целям. Они провели в течение нескольких лет огромное количество экспериментов. Но в результате этой работы также выяснилось, что создать непроницаемую, непробиваемую систему противоракетной обороны было невозможно. Фактически, с появлением российской гиперзвуковой системы любые разговоры о необходимости развития противоракетной обороны теряют всяческий смысл. Это всего лишь дорогостоящее оружие сдерживания от возможного ядерного удара. Опыт современных конфликтов доказывает, для защиты страны от реальных угроз нужны надежные войсковые средства ПВО. Такие, чтобы прикрывать военные объекты и войска в ходе обычных военных конфликтов на уровне дивизий и бригад. Россия разработкой войсковых ПВО занималась всегда и никогда ее не прекращала. И сейчас очевидно, что в этом был правильный расчет. Важно учесть, что российские системы ПВО не просто разрозненные пусковые установки. Это пример настоящей эшелонированной обороны. В той же Сирии российские оппозиции постоянно прикрывали самые передовые войсковые ПВО. Первыми еще в 70-х годах сюда были поставлены зенитно-самоходные установки «Шилка». На малых высотах, это скорострельные «Шилки» 900 выстрелов в минуту, четырехствольные, море огня. И все самолеты, которые в то время делали налеты на высотах до 50 метров и ниже, только «Шилка» спасало. Во время арабо-израильской войны 73-го года из-за действия советских ЗСУ израильские самолеты были вынуждены уходить на большую высоту, где становились легкой мишенью для зенитных ракет. Единственный недостаток «Шилки» — маленький боекомплект. Солдаты в мирной жизни на первых парах-то стреляли два-три патрончика короткими очередями, а когда реальные самолеты над головой, солдат сразу нажимает гашетку до упора, и через секунды боеприпасы кончились. На смену ЗСУ «Шилка» в начале 80-х годов пришел ЗРПК «Тунгуска», а его, в свою очередь, сменил более совершенный «Панцирь». В 2012 году он принят на вооружение российской армии и сейчас поставляется на экспорт. Например, «Панцирь» входит в эшелонированную оборону войсковых ПВО Сирии. И основное назначение «Панциря» сейчас в настоящее время, что он, как правило, прикрывает зенитно-ракетные дивизионы, зенитно-ракетные системы С-300 и С-400. Вот, например, в Сирии развернутый дивизион, и на их прикрытии стоят зенитно-ракетные пушечные комплексы «Панцирь». То есть это последний рубеж зенитно-ракетной обороны. Создание «Панциря» — это было ответом на то, что начинали сниматься с вооружения комплексы С-75 и С-125, как несколько тысяч фактически комплексов, которые были на территории нашей страны. И просто подошел к концу их жизненный цикл. И требовалось создание системы, которая должна была бы выполнять роль, ну, своего рода ближней руки, работать на достаточно малых дальностях, в том числе и для защиты систем ПВО большой дальности. Автоматические пушки и управляемые ракеты с инфракрасным и радиолокационным слежением позволяют «Панцирю» обезвредить любую цель в воздухе, на суше и на воде. Этот ЗРПК вооружен двумя зенитными пушками и 12-ю ракетами класса «Земля-воздух». Панцирем шесть целей одновременно соображает и по шести целям стреляет. Ну, можете себе представить. Это средство защиты самих войск, которые находятся вместе с танкистами, с пехотинцами. Это вот этот панцирь. Он с ними вместе выполняет их задачу и их закрывает с воздуха. Это так называемые войсковые пыводы. Крылатые ракеты, высокоточное оружие – это, конечно, эта система, в том числе и беспилотники, эта система сбивает с достаточно высокой эффективностью. И при этом, конечно, надо тоже отдать должное, что эта система позволяет организовать боевое дежурство достаточно продолжительное время. То есть это то, что качественно отличает войсковые системы противовоздушной обороны от систем объектов. С 2015 года противостоять американским ракетам класса «Воздух-Земля» начал ЗРК малой дальности Тор-М2. Этот комплекс предназначен для защиты мотострелковых и танковых соединений. ЗРК Тор-М2 может защищать не только пехоту и технику, но и промышленные объекты. При этом система сама контролирует воздушное пространство и самостоятельно сбивает все воздушные цели, неопознанные по кодам «Свой-Чужой». Тор-М2, который в последнее время начинает появляться и на парадах, и на выставках, это очередная качественно новая генерация этой системы. Самое главное ее отличие в том, что в боевой машине комплекса Тор-М2 находятся уже не 8, а 16 ракет. Они также обладают свойством вертикального старта, они также вертикально запускаются из пусковой установки и имеют дальность действия до 15 километров. То есть это достаточно такое средство современное, когда вы имеете на боевой машине в два раза больший боекомплект. Конечно, это позволяет рассчитывать на решение задач более высокого уровня. В 2016 году была закончена разработка модификации комплекса «Панцирь-СМ». За счет многофункциональной станции прицеливания дальность поражения в нем увеличена до 40 километров, а размер целей доведен до 2 сантиметров. Так что этот панцирь уже не пробить. И сегодня он тоже отгружен в Сирию. У вероятного противника нет комплексов аналов, как «Панцирь». Тор-М2 и зенитный пушечно-ракетный комплекс «Панцирь» являются единственными машинами в мире, способными осуществлять огонь на марше. Этим не могут похвастать и современные средства ПВО блока НАТО. Опыт реальных конфликтов доказывает, на поле боя победа достается стороне с наиболее развитой системой именно ПВО. Россия в этой области традиционно демонстрирует уверенное превосходство. В августе 2018 года на международном форуме «Армия-2018» в подмосковной Кубинке был продемонстрирован мобильный зенитный ракетный комплекс с ближнего радиуса действия «Сосна». Это последняя российская новинка. Она имеет две части – бронебойного и осколочно-стержневого действия. То есть может бить по бронетехнике, укреплениям и кораблям, сбивать крылатые ракеты, беспилотники и высокоточное оружие. Наводится «Сосна» лазером. Ракета летит по лучу. Это дальнейшее качественное развитие, которое получила система зенитно-ракетный комплекс «Стрела-1». Эта система в состоянии работать в так называемом пассивном режиме. То есть о том, что работает локатор обнаружения, в этот момент не узнает ни одна подлетающая воздушная цель, ни самолет, ни какой-либо беспилотный аппарат со всеми своими датчиками. Он просто не узнает. То есть фактически в молчащем режиме происходит запуск ракет. На боевой машине их там устанавливается до 12 штук этих ракет. Поэтому это позволяет в определенной степени эшелонировать войсковую систему противовоздушной обороны. А что же американцы? Понимая, что на одних угрозах далеко не уедешь, в 2018 году они объявили о разработке нового зенитно-ракетного комплекса дальнего действия. По функционалу он будет аналогичен российскому С-400, который способен перехватывать баллистические ракеты малого и среднего радиуса действия. Мотивы США объяснимы. Во что бы то ни стало догнать Россию и удержать оставшихся союзников. Правда, на создание боеспособной зенитно-ракетной системы могут уйти многие годы. Система противовоздушной обороны и зенитно-ракетного прикрытия строится таким образом, чтобы зенитно-ракетное вооружение в общем на 10-15 лет превосходят средства нападения. Если анализировать наши зенитно-ракетные комплексы, то они всегда превышают средства воздушно-космического нападения. Говорить о том, на что нацелены сегодняшние наши современные разработчики средств ПВО, конечно, надо исходить из того, что надвигается появление гиперзвукового оружия. И, соответственно, требуется, чтобы системы противовоздушной обороны были способны поражать цель, летящую на гиперзвуковой скорости. А это выше пяти скоростей звука, в том числе и в атмосфере. Российские разработчики эти угрозы смогли спрогнозировать заранее, на десятилетия вперед. В России уже проходит испытание ЗРС С-500 «Прометей». Он будет интегрирован в единую сеть с системами прежних поколений, образуя комплексную систему ПВО. И речь уже идет о военно-космических силах, куда также встроятся новейшие зенитно-ракетные комплексы. Что же касается зенитно-ракетной системы С-500, то она будет способна бороться не только со всеми классами аэродинамических целей, но и поражать объекты противника в ближнем космосе, то есть на околоземных орбитах. То есть она приобретает свойства противоракетной системы. И, можно сказать, даже противокосмическая система, поскольку она сможет уничтожать боевые платформы противника на высотах, по некоторым данным, до 250 километров от поверхности Земли. Эти системы будущего, будущая система противовоздушной обороны, обязана работать с гигантским парком аэродинамических целей, который сегодня представлен в том числе и беспилотными летательными аппаратами самых разных размеров, возможностей, скоростей, высот. Ну, в том числе и, например, появляется такая проблема, как борьба с псевдоспутниками. Это такое летательное устройство, но даже его самолетом очень сложно назвать, которое может длительное время находиться на высотах выше 20 километров и, соответственно, проводить определенные разведывательные и управляющие функции выполнять. Это непростая задача. Но все эти задачи, они, конечно, входят в тот спектр, который сегодняшние создатели системы противовоздушной обороны должны будут решить. И они их решают. Сегодня в области ПВО США безнадежно отстали от России на целое поколение. Причем это не просто техническое отставание. Даже быстрая разработка нового комплекса, сравнимого с С-500, ничего не изменит. Дело еще и в дипломатии. Пока США лишь угрозами удерживают так называемых партнеров. С распространением новых российских ЗРС делать это Америке станет все труднее. Что же касается России, то наше небо надежно закрыто по всему периметру. И на этом в любых рассуждениях, любых авторитетах в Пентагоне можно ставить жирную точку.